Меловые горы, терриконы и зеленые леса. Сложно поверить, но на всех этих фотографиях пейзаж Донбасса. Не того, который теперь мелькает на экранах телевизоров, а другого, неизвестного рядовому зрителю. Каждая фотография сделана до событий 2014 года. На снимках еще мирная жизнь шахтерского города. Это работы передвижной фотовыставки «Объектив. Полифония Донбасса». Вот эти передвижные выставки, задача их показать, насколько красив их край, насколько яркие пейзажи там можно увидеть. Ну, понятно, Донецк – это город шахтеров, город горняков, поэтому в жанре портрета здесь представлены как раз портреты шахтеров. Чтобы передать всю многогранность Донбасса, 15 известных фотомастеров представили работы практически во всех существующих жанрах. Портрет, спортивная съемка, пейзаж, натюрморт, репортаж. Благодаря этому можно познакомиться с жизнью этого шахтерского края, увидеть его будни и праздники, а также мастерство самих фотографов. На открытие фотовыставки пришли известные рязанские метры, некоторые из которых даже вступили в дискуссию с донбасскими коллегами о параметрах экспозиции и длине выдержки. Дебаты развернулись, пусть и дружеские, но профессионально шумные. Сюда любопытно прийти в том числе людям, которые занимаются фотографией, потому что посмотреть именно на качество работ. Может быть мысленно поспорить с этими авторами, может быть в чем-то с ними согласиться, а может быть даже позавидовать каким-то приемам, которые здесь использованы. Каждый посетитель увидит что-то свое. Город, который сохранился в памяти его жителей, которые захотят восстановить по этим фотокарточкам. Или может быть застывший навсегда момент мирной жизни, лица детей, их непосредственности, улыбки, людей, гуляющих по городу и сам город с его красотой. Застывшие навсегда мгновения веры в завтрашний день. Объектив полифония Донбасса будет работать две недели, до 20-х чисел. После переедет дальше. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Продолжение следует...